Доброго здоровья всем любителям футбола желает АБФФТВ и приглашает к просмотру обзора очередного тура Макс Лайн первой лиги. Удастся ли Крумкадшам оправиться от поражения двухнедельной давности на Полесье? Сумеет ли Химик второй тур к ряду набрать баллы и одержать первую победу в сезоне? Появится ли единоличный лидер в списке бомбардиров? Об этом и многом другом расскажем в ближайшие несколько минут. Команда Ивана Биончика в погоне за четвертой победой подряд камня на камне не оставила атлиды. Семь мячей проведенных в ворот соперника не отражают истинного преимущества хозяев. Реализуй белозеленый еще хотя бы треть шансов и разница к финальному свистку могла бы достичь двузначного показателя. В составе триумфаторов поддержали марку грозы ворот Васькова и Гомза, но героем вечера признаем Ермаковича. Сын девятикратного чемпиона Белоруссии провернул трюк со шляпой чуть больше, чем за полчаса проведенных на поле. В оправдании лича нам скажем, что играли они в десятером после удаления Савчика и вплоть до пятьдесят шестой минуты уступали минимально. Но выход Ермаковича перевернул ход матча. Еще одно удаление случилось в Минске и напрямую привело к развороту футбольной ситуации на 180 градусов. Оставшись без основного кипера Санько, столичные Крумкадши получили мяч от восемнадцатилетнего Хава Волны Ковалевича и проиграли во втором туре к ряду. А все потому, что на излете тайма первого не удержали минимальный перевес, добытый дублем Яцкевича. Прямо перед свистком на перерыв Зарабеков уравнял чаши весов, позволив командам четырежды отличиться за дюжину минут. После этого игра шла до гола и провести его смогли пинчане, в принципе редко побеждающие на выезде больших оппонентов. Вплоть до сражения с Гранитом с самого начала розыгрыша Сморгонь шла по дистанции без поражений. Мишки обдирали соперников как липку, а кого заломать не могли, так вратались и признавали себе равными. Вот только с Микошевичами подобный трюк не прошел, что удивительно, ведь счет победам Гранита открыл лишь с наступлением лета. Нынче же ударлив ковца сбил всю спесь с косолапых, а заодно сверг их с постамента единоличного лидерства в чемпионате. Стоит полагать, что Сморгоне обидно вдвойне из-за сути голевого удара. Соперник нанес его с 11-метровой отметки. Химик, проводящий выездное турне из недели в неделю, нынче волею календаря был заброшен Слоним. Неблизкий свет, впрочем, как и последнее направление, выбранное команде календарем. Посему она, прилично потрепанная ямами и выбоинами, все слабее и слабее сопротивляется соперникам. Слоними команды Олега Таранухина хватило на час, после чего Кошель с точки выбил из-под ног гостей точку опоры. Изменить хоть противостояние и спастись было сложно, ведь в резерве у химчан числилось всего три полевых игрока. Столица сверкала, как при сварке, стоило сойтись к барьеру, арсеналу и речица древу. Хозяева только-только выбрались в первую лигу, гости провели там всего сезон. Но ошибались команды лбами так лихо, вот от исхода матча зависела судьба прямой путевки в элиту. Порой агрессии даже было больше, чем того требовала ситуация. Как результат, подопечные Левчука завершали матч в меньшинстве. Но это не помешало речице древу увести из Минска зачетный бал. Об этом в начале матча позаботился Федянин, выведший гостей в лидеры. И даже победа была для речицы реально. Но МВП одного из прошлых туров Осипенко, как и полагает Оксакалу, бравшему медаль вышки, спас партнеров на излете сражения. Матч между Нафтаном и Ашмянами обслуживал Алексей Кульбаков. И звездным статусом рефери FIFA сделал обстановку вокруг дождливого противостояния ярче и динамичнее. Суровое белорусское лето не щадило никого и, разумеется, отражалось на скоростях поединка. Тем не менее, коллективы смогли не просто выдать матч годного качества, но и расписали едва ли не самый драматичный эндшпиль выходных. Гости уступали флот до 95-й минуты. И когда Кульбаков уже был готов отправить команды в раздевалку, спаслись благодаря удару Буракова. Отметим, что футболист появился на поле за 7 минут до конца поединка, после чего отличился впервые в сезоне. Впрочем, корить судьбу Нафтану не стоит. Если в первом тайме предпочтительнее выглядели новопалачане, создав больше моментов, то отрезок после перерыва целиком и полностью остался за ашмянами. Андрей Селиончик уже зарекомендовал себя как один из мастеров по отражению пенальти в турнире. А поединком против Орши это Ринаме закрепил. На излете игрового часа «Страж Ворот» не дал гостям отличиться с точкой и вселил уверенность соратников, что пятая победа в сезоне не за горами. А буквально через 6 минут Виктория практически материализовалась. Комичный гол ханения вывел железнодорожников вперед. Казалось, довести дело до нужного исхода для лидера таблицы пара пустяков. Тем более Селиончик держал ворота на замке. Однако на падающем флажке Гопшт все-таки дрогнул и пропустил от Калинина. В результате гомельчане позволили встать с собой на одну доску и речиться Древу и Сморгони. Обратим внимание на турнирную таблицу. Троевластие наверху условно. Гопшт имеет игру в запасе. Теневым же лидером соревнований пока остается Дзержинский арсенал. В нижней же части протокола отметим спурт Гранита и Слонима, уходящий все дальше и дальше от зоны вылета. На этом наш обзор завершен. Смотрите MaxLine первую лигу и не упускайте интересных сюжетов в белорусском миноре. Субтитры создавал DimaTorzok